ребят всем привет только что закончился первый день на большой арене сингапур индустадиум мы сегодня сидели снимали для вас контент смотрели игры ребята сегодня играли liquid aster секрет тундра как ваше впечатление первое сначала нет и г от от арены по сравнению с тем что вы видели да да действительно уже напоминает нормальный интернешн где чувствуется какой-то заряд эмоций количество людей на квадратный метр интересующихся доты явно большое уже раздают всякие ништячки которые нас лежат здесь и на которой кости уже сделал обзор и как мне кажется уже попахивает попахивает вот этой атмосферой люди кричат громче потому что их несколько раз больше уже какие-то секрет шопы присутствуют пусть и по предзаказу и вот так вот атмосферы это начинает понемножку передаваться все вот ты не видел плей-офф как тебя здесь что думаешь вот естественно твое мнение сегодня мы общались с дурачем миша и бземом юраги и они все говорили что типа прикольно было бы что если были бы кабинки тогда игроки будут чувствовать себя более раскрепощенным тогда был бы бой прикольный контент но мне кажется что ну типа вот я с ними спорил потому что мне кажется что это наоборот здесь они сейчас сидят как в лиге ледиент как ворте типа на них вот реально настоящая атмосфера стадиона давит и вот вопрос тебе как про игроку как ты думаешь как было бы лучше атмосфера она давить будет и в кабинке прикол в кабинке просто том что ты не слышишь кастера но шум толпы на интернешнлах обычно много людей поэтому так и иначе звуки толпа всегда доходит проблема просто вопросе ну честности компетишна как говорится насколько слышно что урону дд возьму дбот ли и комментатор это озвучит это же не star ladder 2010 лет 11 лет назад где велат не называл смока называл это по-другому чтобы игрокам условно не спалить и я не знаю но они ребята сидят в вертолетах к с белым шумом и с каплями ну поверх типа капель нет это мне неизвестно а так ночью гейбниуэлл я так понял ну интерн интернешнл объявил и ну реально запахло интернешнл такой мини городок рядом с ареной где там секрет шоп что-то там можно походить там картонные бэйны ну действительно типа атмосферный интернешнл наверное в принципе такой был просто наверное из-за того что прошлые турниры поставили некую планку довольно странно и аномально выглядит тот факт что сам интернешнл ну грубо говоря эти два дня есть потому что все же торговом центре интернешнл сложно лично мне назвать ну наверное это все из-за планки предыдущих интернешнлов и мне кажется с точки зрения игроков я в целом типа общался с ребятами игроком но есть типа некие ощущения что это было не так спешил но сегодня ни с кем не общался не было времени так что ну думаю арена так и иначе ну исправила просто ну всего два дня завтра может быть еще что-то подготовит но и так гейбниуэлл записал видеообращение и одно видео даже 2 и ну это уже осталось сейчас три команды на интернешнл сегодня нас покинул team master китая больше не осталось у нас осталось три европейских команды что вы думаете вот завтра мы начинаем свой день 12 часов по сингапуру с матча team secret liquid коэффициент от нашего партнера лига ставок 175 на team secret 210 на liquid как думаете кто же сильнее вот по сегодняшним играм кого уровень игры будет сильнее завтра ну по моим ощущениям моего 20 ммр прошлого я обязательно считаю что здесь как будто бы 50 на 50 то есть эти ребята те за которых болеют скорее всего оставшиеся ребята из снг европейцы те самые известные лица кто-то победил 1 кто-то 7 видимо тумбы и в любом случае уже знаешь карьера стоит на кону и надо завершить хорошо единственное что к сожалению там как будто бы если одна команда проиграет то уже вторая соответственно никак никуда не продвинуться и грустно потому что мне бы хотелось финала например да против секрет это было бы сильно это те лица которые я лучше знаю чем например состав команды тундра ну хотя в тундре тоже есть достаточно известные ребята но наверно мне даже сложно сказать чуть больше наверное моя душа именно лежит в сторону команды пупея там есть резоль там есть заяц так скажем одни из немногих оставшись представителей по игре мне кажется это будет достаточно ровная потная битва где тут загадывать что-то крайне сложно в принципе пациента примерно об этом и говорят все же ты что думаешь кто сегодня по уровню играть и показался сильнее как те кстати бланах финальная игре от ликвид да ну относительно обычно на самом деле было на принять что вы не так часто берут но там и так уже и на был основным кором и семья корба она в принципе был нормально мне кажется астр себя загнали довольно странную ситуацию ну не считая по драфту что у них был удачными в третьей игре серия в целом была равная но треть игра с драфтами совсем мне кажется неудачно и ну они условно проиграли а так если в целом расценивать силы команд именно ну наверное как команда лучше всего вот с этой троицы играет тундра но есть некие типы нюансы как мне кажется team secret и их победное шествие по венерам первую очередь заключалась в стратегической части именно выборе героев они брали подобрали очень комфортных героев под себя их было очень сложно выбить из этой зоны комфорта они флексили и сильных героев на разные позиции это давало некий некое преимущество и если честно эта серия мне импонировали герои секретов больше окажется что просто тундра посильнее как команда выглядела из этого игры плюс-минус равные выходили с ликвидами на самом деле похожая ситуация как и секрет мне они импонируют ну они без словно все крутые титулованные игроки но стратегически ликвиды вот эти вот лозера и прошли и если именно столкновение ликвид и секрет сравнивать то я предпочту ликвид потому что мне кажется у них хорошие ответы на то что имеют секреты две команды которые довольно далеко зашли хорошо адаптировавшись подмету ну и в этом противостоянии мне кажется банальный ликвид а гранд-финал за тундры затылы а ты что да не думаешь вот у тебя ты ставил на секрет секрет тундра чисто по моему внутреннему ощущению это противостояние 40 на 60 к сожалению для секретов потому что мы видели то что они могут как минимум одну игру забрать но у них нету такой скажем стабильной уверенности где они в каждой катке переигрывают ну как и все допускают ошибки первая катка была дам допустим резоль взял свою любимую downbreaker развалил и выглядел очень эффектно и как будто его вообще невозможно остановить дальше в следующей игре он начал примерно также уверенно но файзов этом проигрывается по слотам просел в итоге не слотов 0 импакта 17 то есть как будто бы тундра более уверенно стабильно показывает импакт шансы есть естественного у обеих команд но 60 процентов победы я думаю у тундры будет если она окажется финале против секрет если вы вдвоем стоять на тундра я поставлю на ликвид поставлю на ликвид но вообще хотелось бы с точки зрения конечно две очень классные истории вот вы представляете вот если бы завтра купей поднимет аэгис и он выиграл первый интернешнл выиграл 11 интернешнл я бы на его месте вы бы сразу сразу же бы сразу же бы заканчивал бы карьеру это просто было бы 11 лет просто его он бы ну то есть это все он увековечен как лучший я считаю что если он так вот будет если сделает ну и также с матумбой если он выиграет свой последний турнир выиграет аегис это будет тоже с точки зрения нарратива это просто будет очень классно в общем тундра что это хорошая история попали одну серию мне хватало чтобы подобраться на прошлый да и ну ростер практически но с одним и правда изменением но добирался со следующим грамм добирается до финала интернешнл веса выигрывает тундра это справедливость как цель дань дота отдается типа справедливости три харда я знаю их этику командную рабочие довольно высокая я не собираюсь чьи-то заслуги принижать но мне кажется это один из самых три харда чах ну если так можно сказать заслуживающих победить и тростеру в текущих реалиях как вот так вот все произошло учитывая как фавориты условно и повылетали расчается остались только достойные залетных команд здесь нет и не может в принципе мы всегда всегда так типа если кто-то добрался до финального дня он достоин так или иначе в общем ребята следите следите за нашим каналом следите за завтрашними играми переходите по ссылке в закрепленном комментарии там наши друзья лига ставок предоставили фрибеты так что там промокодик наша л.с. переходите там фрибеты по 100 рублей можно ставить у этого фрибета ограниченное количество использования так что быстренько быстренько переходите забирайте свои фрибетики стоял эти ставки и увидимся уже завтра когда будем подводить итоги этого интернешнл ну все ребят пока пока